здравствуйте друзья здесь демитков юрий я обещал рассказать о том что было на семинаре который организован брокерским домом открытия в четверг я на нем был анонс я давал семинар вел сергей хистанов ведущий аналитик в открытии и сейчас я пытаюсь это сделать я запросил презентацию с теми графиками которые были представлены и сейчас я попытаюсь но своими словами кратенько там семинар вел но продолжался два часа поэтому я постараюсь сейчас кратенько своими словами обрисовать то что там было итак переходим к графикам ну называлась куда идут ставки фрс и цбрф на распухе сергей хистану ну во первых экономические циклы сейчас все ожидают что вот экономический цикл очередной завершается и вот здесь вот кризисы которые были в мировой экономике это был восемьдесят шестой год это был 97 год это был 2008 год последнее время мы наблюдаем экономический рост достаточно здорово бьют рекорды все индексы фондового рынка но все поговаривают что все это уже на излете и скоро многие ожидают нового кризиса будет он или нет и в каком виде он будет вот но там попытались как бы порассуждать итак смотрим ну прежде всего экономика сша и вот здесь вот это экономический рост сша сергей хистану спрашивает ну вы видите здесь какие-нибудь там проблемы или что вы видите такого плохого здесь ну смотрите вот это вот это отрицательный рост да это по квартальная экономический рост по данным сша по каждый квартал по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года то есть здесь отсутствует сезонность то есть уже сезонность учтена вот то есть смотрите он говорит вы видите какие-нибудь проблемы ну и на самом деле если посмотреть то в общем-то сказать экономический рост два с лишним процента в общем-то не вызывает никаких опасений это первое второе значит и смотрим сюда второй график а на втором графике уровень безработицы уровень безработицы он непрерывно падает и посмотрите сейчас безработица находится на ну практически исторически минимальных уровнях это вот с 2008 года и вот по текущее время на минимальных уровнях безработицы то есть смотрите америка экономически растет уровень безработицы очень низкий и ну какие здесь еще есть ну как бы вот единственный сигнал который показывает что что-то сейчас может быть это вот доходность по десятилетним казначественным обязательствам сша она минимальная то есть люди вкладываются в документ в инструменты с фиксированной доходности с очень невысокой предпочитают вкладываться потому что но как бы не ждут большого роста по акциям вот но как бы единственная загвоздка в общем сказать то есть говорят что до экономический рост на пределе и кажется будет замедление ну собственно говоря все но но ставка рефинансирование фрс процентная но долгое время она была на минимальном уровне то есть деньги стоили в америке очень очень дешево и начиная с 2016 года фрс повышала непрерывно ставку повышала 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 и ставка процентная вот ну по рефинансированию два с половиной процента годовых и трамп сейчас нажимает очень сильно на фрс на пауэлла говорит снижай ставку снижай ставку и ну вот пауэлл говорит а чую снижать с экономики то все хорошо вот ну как-то пошел на уступку снизил на 0 25 но эта ставка ну не видится такой уж и запредельной и сергей хистанов говорит ну смотрите прежде всего инфляция в америке соответствует примерно примерно соответствует процентной ставки то есть с этой точки зрения в америке принципе экономических проблем нет вроде бы здесь но какая самая главная проблема это торговый баланс посмотрите вот он здесь с 1950 года торговый баланс сша 63 год видите до 76 и значит вот начиная с 70-х годов торговый баланс внешний торговый баланс сша начинает уходить в минус иногда восемьдесят девятом году он ушел здорово в минус но где-то вот в начале 90-х опять стабилизировался а потом непрерывно отрицательный торговый баланс сша сильно сильно увеличился и сергей хистанов говорит что это в общем сказать вот но основная проблема сша на которую почему-то в течение 26 лет американское руководство особенно не реагировала и менялись республиканцы демократы республиканцы демократы но пока никто из этого большую проблему не делал до трампа и наконец трамп когда пришел он сказал ребята с этим надо что-то делать вот и он говорит так не годится надо в общем сказать вот эту вот вещь ликвидировать потому что ну что это такое то деньги уходят из сша и если раньше сша просто печатали доллары и в общем то было ничего страшного потому что за счет расширения рынков за счет расширения зоны доллара в принципе проблема ты не вызывала то сейчас уже доллар повсеместно расширяться дальше особенно некуда и поэтому в общем это становится проблемой трамп с этой проблемой начинает бороться он начинает бороться там по всякому вот но и в частности мы видим что трамп начинает бороться с китаем вводит повышенные пошлины по отношению с китаем потому что самый большой дисбаланс во внешней торговли сша именно с китаем и китай уже стал буквально вот второй по величине экономикой в мире и именно отсюда очень проистекают все эти торговые войны значит пошлины и так далее то есть трамп уже сказать ему удалось немножечко сократить это дело введением дополнительных пошлин чем куда это дальше пойдет говорит сергей хистанов мы не знаем потому что там есть разные варианты не только пошлины повышать можно как-то договариваться но трамп идет на пролом ну значит он торговые войны значит там повышает пошлины китаю китай соответственно повышает тоже пошлины отвечает и так далее так далее в общем сказать но успех этого дела не очень предсказуем но давайте говорит посмотрим ну и потом мы к этому еще немножечко вернемся теперь дальше процентная ставка фрс вот он исторически более крупный этот график она уменьшалась уменьшалась из 2009 года по 2016 то есть на протяжении семи лет было крайне крайне мягкая денежная политика у фрс сша то есть деньги стоили очень дешево и они дешевыми деньгами подталкивали экономику к росту вот до 2016 года экономика разогналась и с 2016 года они начали постепенно повышать ставку что в общем то сказать с точки зрения текущей экономической теории мировой экономической то значит говорят что правильно делали вот идем дальше вот если взять всю европу в целом то ну на самом деле он дальше перешел к китаю вот но он по значимости то есть первая главная страна которая сказать самое большое влияние на мировую экономику оказывает это сша он обзор по сша провел и следующий следующее по величине экономик это евросоюз то есть европа вот но как он говорит что европа совокупная она такая немножечко разнородная поэтому он сначала перешел к китаю вот и в китае посмотрите рост вот этот вот рост вот гигантский в китае в двухтысячные годы там за 12 процентов рост экономики китая он конечно всех шокировал это конечно была бомба вот но он постепенно немножечко снижается 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 но до сих пор экономический рост китая вроде бы очень очень даже не маленький то есть в районе там шести процентов насколько я понимаю вот но год году но как говорит сергей хистанов что в общем сказать китайцы немножечко есть у них тенденция при украшиванию что ли экономического роста и там наблюдается какие-то вещи такие ну как бы статистика не очень хорошо подводится и вот этот экономический рост он говорит в общем то можно достаточно смело делить пополам вот почему потому что есть переинвестирование вот то есть ну как он сказал что говорит есть построены сверхскоростные поезда инфраструктурные проекты всякие сверхскоростные поезда которые китайского производства полностью они ездят с бешеной скоростью все шикарно но поезд например идет высокоскоростной а там сидит два треть человека всего вот потому что остальным в общем то не хватает денег для того чтобы пользоваться этими вещами точно так же мы знаем что там есть дороги шикарные автобаны которые построены в никуда по которым никто не ездит на них растет трава вот есть целые города в общем-то современные буквально которые построены в них никто не живет потому что никому жить и тогда есть переинвестирование перефинансирование многих проектов ничего нет но у нас у нас тоже немножечко есть он сказал об этом вот что по поводу процентной ставки процентная ставка в китае уже давно не меняется но как он говорит что китайцы хитрые у них все очень очень непрозрачно и это уникальная страна которая в отличие от других стран регулирование денежных всяких отношений ведет не через процентную ставку а через государственный контроль над похоже как он сказал похоже что они ведут через государственный контроль над банками и над уровнем резервирования в этих банках поэтому вот этот вот график с учетной ставкой он не очень правильно отражает все вот но тем не менее теперь дальше уровень инфляции а вот с уровнем инфляции китайцы очень очень эффективно справляются посмотрите вот он говорит что текущая господствующая экономическая теория говорит о том что уровень инфляции нормальной хорошей здоровой экономики должен примерно быть в районе двух процентов и вы посмотрите буквально с две тысячи вот тринадцатого года китайцам удается удерживать свою инфляцию в районе двух процентов очень очень берет это вот просто образцово показательно как они умеют справляться своими проблемами экономическими вот а вот этот вот график это уровень золото валютных запасов китая он непрерывно рос с тех пор как китайцы объявили свои реформы он вырос до каких-то гигантских размеров и ну вот с 2015 года несколько начал здорово уменьшаться вот а потом стабилизировался и сейчас он стабилизирован на ком-то уровне и тоже держится на месте у китая огромные резервы у китая неплохой экономический рост которому можно позавидовать у китая очень хорошая значит политика в отношении инфляции вот поэтому в китае тоже в общем сказать есть запас в борьбе с с америка и китай стал уже достаточно значимым игроком поэтому кто кого в общем сказать не известно не известно вот и как он сказал что китайцы не очень сильно тоже могут повлиять на америку а трамп не может очень сильно повлиять на китай потому что в любом случае если они какие-то резкие движения сделают то будет больно обоим и америке и китаю так что пока речь идет о ну каких-то как сказал сергей хистанов в общем-то символических мерах до трампу удалось немножечко снизить дефицит внешне торгового баланса но не сильно вот идут переговоры потому что но никто не хочет чтобы больно было всем поэтому переговоры ведутся поэтому и у всей и у той и у другой страны есть свои резервы теперь перейдем к экономике европы вот а вот в европе ну во первых 2013 год был значит когда уже наблюдался наблюдалось падение экономики вот но сейчас в общем то наблюдается опять же тоже экономический рост в принципе не такой уж и плохой вот да поменьше чем в америке да сильно меньше чем китая но в принципе не страшно и и сказать в принципе экономика растет вот что по уровню безработицы безработицы уровень безработицы падает сейчас на исторически низких уровнях и вот если вы посмотрите на цифру конкретную то цифра в два раза больше чем в америке но сергей хистанов говорит что толерантность к безработице европе намного намного выше потому что европе намного выше всякие социальные выплаты при безработицы поэтому люди не работают и чувствуют себя хорошо то есть они не видят здесь никаких проблем то есть если в америке уровень безработицы повышается то народ немножечко страдает потому что в америке социальная защита не так сильно работает как европе европа ближе к социализму грубо говоря вот что по уровню инфляции в европе он находится на очень низком уровне то есть как я сказал что в районе двух процентов считается очень хороший ну здесь но принципе более менее нормально более менее нормально но есть одна большая проблема у европы это ставка вот рефинансирование дело в том что как говорит сергей хистанов что значит европейские власти банки европейские ну инфляция снижена причем инфляция сейчас не инфляция ставка рефинансирования снижена до нуля и это очень очень но это крайне мягкая денежно-кредитная политика с одной стороны с другой стороны в общем-то отсутствует отсутствует резерву то есть нельзя уже понижать ставку ниже нуля то есть но есть ставки да есть страны в которых ставка рефинансирования ниже нуля но если опыт показывает что если ставку рефинансирования понижать то есть делать ее отрицательной то это уже не ведет к росту экономики не оживляет ее потому что люди просто берут деньги в банке в кредит и кладут их просто в наличке в сейф они их не пускают в экономику пусть они полежат а я их потом отдам потому что ну это дефляция там и так далее она вот ведет к таким ситуациям то есть с ней бороться намного намного сложнее потому что ставку если понизишь просто люди берут деньги и кладут в банке все больше ничего в сейф просто вот и вот и все больше ничего в экономику деньги нет поэтому в европе резервов по повышению то есть ускорению экономики в общем-то очень очень мало это первое и второе что сказал сергей хистану что значит сейчас основной конечно упор трампа идет нам снижение торгового дефицита между сша и китаем и пока все остальные отдыхают пока но если там мочат друг друга вот но если вдруг китай с америка и договориться то следующий с кем очень большой внешне торговый дисбаланс в торговле это европа и тогда трамп переключится на европу и будет вводить санкции и пошлины повышены против европейских товаров вон уже это потихонечку начал делать и тут уже конечно будет ну как бы европе намного сложнее сопротивляться трампу намного сложнее поэтому ей придется идти на уступки потому что потому что вариантов особых для борьбы с трампом резервов нет никаких вот в отличие от китая у которого есть резервы есть огромные золото валютные резервы и так далее вот и дальше значит сергей хистанов он очень много говорил очень много интересного вот сергей хистанов сказал следующее экономика российской федерации вот а что у нас с экономикой российской федерации но наблюдался достаточно большой рост в двухтысячных годах вы знаете да вот после девяносто восьмого года когда практически там дефолт был объявлен ну в общем сказать там было падение сейчас все хорошо становится в двухтысячных годах это вот период путина почему причины почему этого роста об этом чуть позже потом значит наступает 2014 год и вот эти вот санкции и так далее так далее и резко падение темпом экономического роста они становятся отрицательными но потом все восстанавливается и сейчас уровень роста экономики ну как говорят экономисты на уровне статистической погрешности в принципе стакфляция вот а более того у населения у населения реальные доходы падают и в общем-то начинает возрастать социальная напряженность вот это график вот этот это золото валютные резервы они в 2014 году начали падать и и но потом вот сейчас практически восстановились восстановились вот и о чем самая большая значит даже не проблема а цель которую ставит нашей властью он говорит она предельно проста она предельно проста путин страшно страшно запуган вот тем дефолтом который случился в девяносто восьмом году и он просто наверное горит в кошмарных снах ему снится поэтому у путина главная задача это что чтобы не было дефицита бюджета бюджета россии то есть все что как бы для него самое страшное это дефицит бюджетный дефицит государственный поэтому все его направления действия направлен только на то чтобы не было дефицита поэтому все деньги зажимаются поэтому курс рубля заниженный для того чтобы не было бюджетного дефицита дефицита что по поводу процентной ставки ну вот вы видите помните да это вот 2000 там как декабрь 2014 года когда резко была повышена ставка рефинансирования для того чтобы остановить уже неконтролируемый тогда рост доллара вот и потом она потихонечку снижается снижается вот последний раз она еще снизилась уже 7 но тем не менее тем не менее сейчас с точки зрения вот экономической теории у нас ставка рефинансирования еще очень очень сильно завышена по сравнению с инфрацией инфляция вы знаете там в районе уже четырех процентов мы добились что инфляция практически остановлена а тем не менее ставка рефинансирования еще 7 процентов то есть у нас ну как минимум есть куда снижать ставку рефинансирования еще огромный огромный резерв в этом смысле у нас есть накоплено золото валютные резервы очень большие которые мы не пускаем в экономику у нас очень жесткая то есть смотрите в америке и в китае в общем практически нейтральная денежная политика центробанков нейтральная то есть они держат там инфляцию и ставка рефинансирования на одном и том же уровне это считается нейтральная политика у европы крайне мягкая политика то есть ставка рефинансирования ноль инфляция существует то есть деньги дешевые европе россия держит прямо противоположную политику центробанк деньги жутко дорогие деньги не пускаются в экономику просто придерживаются непонятно зачем накапливаются резервы на золото валютные резервы есть резерв с повышение ну со ставкой рефинансирования и а дальше он не говорил для чего это ведется что-то как-то мне даже немножечко похолодело так думаю не к войне ли мы готовимся вот так вот ну выводы экономия цикл роста мировой экономики на излете нормализация денежно кредитной политики ужесточение в сша завершена то есть они повышали ставки перестали и есть большие противоречия между фрс и президентом очень высокая неопределенность в связи с неопределенностью ну как бы непредсказуемостью трампа в рф низкая инфляция уже мы добились этого накопление резервов и профи профицита бюджета у нас бюджет уже стал профицитным но ни одна страна так не делает вот ввп в россии около нуля вялый рост ну так как бы практически никакой теперь значит дальше от чего зависит состояние вообще говоря российской экономики ну по-прежнему оно очень сильно зависит от цен на нефть вот и с ценами на нефть как он говорит пока ну как бы все было хорошо они росли последнее время но вот здесь вот вот этот график смотрите вот этот график светло-зеленый здесь достаточно плохо видно может быть не отличается это поставки нефти на рынок а это потребности рынка в нефти то есть сейчас перенасыщение в общем-то нефтью некоторое то есть как бы с нефтью все хорошо с поставками нефти почему потому что Америка постоянно наращивает свое сланцевое нефть и Америка выходит на первое место в мире по добыче нефти по поставкам нефти и поэтому цены на нефть должны снижаться Трамп говорит что надо снижать снижать цены вот но цены на нефть как говорит вот Сергей Кистанов должны по идее снижаться может быть до 40 если начнется экономический спад мировой то очень сильно конечно же демант потребности в нефти сократятся а никто не хочет сокращать поставок нефти поэтому цены на нефть скорее всего упадут а так как российская экономика там очень сильно завязана на нефти то скорее всего при этом упадет и рубль и значит там был задан вопрос еще кем-то что говорит недвижимость вот Сергей Кистанов представил два графика значит стоимость одного квадратного метра средняя недвижимости в России и стоимость барреля нефти и он прямо так графики один и другим менял ну то есть графики полностью повторяют друг друга по динамике то есть если будет в России значит ну если будет падать будут цены падать на нефть то значит соответственно в России будет падать рубль будут падать цены долларовые на недвижимость недвижимость вас не спасет вот что тут еще о чем он говорил вот США добыча нефти растет побила все рекорды исторические то есть в каком тут в каких-то в начале 70-х годов был исторический максимум по добыче нефти потом американцы заморозили свои новые месторождения до будущих времен и вот недавно они и это дело разморозили вот ну буквально четыре года назад это потребовалось на построение всякой инфраструктуры возобновление добычи и сейчас за счет сланцевой нефти буквально все рекорды уже побиты то есть Америка выходит на первое место буквально по нефти добычи вот вот такие дела но был вопрос про золото можно ли спастись в золоте ну Сергей Хистанов сказал что в общем-то золото сейчас примерно так же как и нефть это в общем-то биржевой товар это полезное ископаемое буквально и в качестве убежища в общем не факт что золото да сейчас золото растет в цене да сейчас оно увеличивается но не факт что это будет продолжено и дальше потому что ну он верит в доллар короче говоря вот вот стоимость нефти с 99 по 2016 год сейчас в районе 60 долларов за баррель ну сегодня 65 а вот недвижимость кстати и вот он говорит сравните эти два графика вот сейчас я попытаюсь показать вам эти два графика одновременно вот они это нефть это недвижимость это нефть посмотрите нефть падает недвижимость падает нефть растет недвижимость растет вот такая ситуация так вот это вот государственный долг США он еще не достиг исторических максимумов но непрерывно повышается но пока еще не так страшно а вот это вот денежно-кредитная политика россии ну он критикует сергей хистанов глазева дело в том что глазев говорит что центробанк зажимает деньги центробанк россии зажимает деньги не дает их в экономику вот что надо пустить деньги в экономику надо дать деньги в экономике ну на что сергей хистанов приводит вот такой график это агрегатор м2 то есть это количество денег в экономике и то что сейчас делает центробанк это ровно то что в общем сказать хочет глазев то есть количество денег в экономике непрерывно растет но это не ведет к росту к сожалению говорит это не ведет к росту это не приведет к росту то есть набиульна выполняет буквально то что хочет глазев но как бы который ее оппонент вроде как да но глазев то есть сергей хистанов сказал что на одном из совещаний он задал вопрос глазеву с тех пор его не приглашают на эти совещания вот и вот этот вот график это совершенно сумасшедший график конечно вот вот как он сказал вся горит моя жизнь сергей хистан ну честно говоря и моя тоже вот смотрите здесь вот это вот график цены на нефть с с 1970 года я так подозреваю что где-то ну нефтепровод дружба вот в те годы наверное и был запущен может быть нет вот может быть чуть позже надо посмотреть вот но вот он говорит что вот они этапы 70 года значит цены на них стали повышаться вот эта эпоха брежнева видите брежнев вот он говорит я попросил даже вот распечатать этот график покрупнее попросил и повесил его к себе на стену и смотрит и здесь вся жизнь вот эпоха брежнева и его здесь 75 году подписание хельсинского соглашения с западом то есть начинается некая ну по крайней мере налаживание отношения к западу с западом вот дальше нефть выросла буквально до 100 долларов за баррель при брежневе и в семьдесят девятом году вот она значит россия вводит войска в афганистан то есть начинает вести достаточно активность уже все зависит от да и он говорит что вот эти вот периоды роста периоды роста нефти они как раз здесь люди говорят что как хорошо жилось при брежневе как развивалась россия это вот вообще великие великие времена когда не было никаких потрясений вот почему не было никаких потрясений здесь и олимпиаду проводили значит вот восьмидесятый год мы проводили олимпиаду восьмидесятом году я хорошо помню потому что это была летняя олимпиада потому что я здесь поступал в институт вот в этом году восьмидесятом я закончил школу вот здесь ну в принципе здесь у нас я был жил сельской местности вот примерно вот в эти годы у нас начали наконец-то активно строить дороги у нас сельской местности стал появляться асфальт вот ну как бы вот это мои воспоминания а вот там вот где-то вот в семидесятых ну чуть раньше наверное в годах чуть раньше из детства из глубокого я в очереди за хлебом едва не задохнулся потому что была страшная давка меня послали мне было лет пять я помню что у меня ну я был маленький совсем и там была сильная очень давка я начал задыхаться потому что меня сильно задавили я там начал брыкаться как-то выполз деньги засунул в рот вот приполз на четвереньках буквально к этому прилавку деньги сюда значит три буханки хлеба и так далее ну это вот такие мои детские воспоминания ну Сергей Хистанов были другие естественно он чуть постарше меня вот значит здесь судя по всему втором году умирает брежнев приходит к андропов значит очень быстро его эпоха его сменяет черненко который уходит еще быстро да вот здесь вот смотрите вся моя жизнь вот сознательная она при брежневе то есть когда я родился в шестьдесят третьем году в шестьдесят четвертом пришел к власти брежнев то есть я начал говорить при брежневе я начал первые мои воспоминания связанные с брежневым и я думал что вот в восьмидесятый год я поступаю в институт то есть представляете да я думал что брежнев не умрет никогда вот и вот я на втором курсе на третьем по моему был уже когда брежнев все таки умирает это было осенью вот я думал что ничего не изменится и значит приходит к власти андропов и все резко меняется вот очень резко я был удивлен что так резко можно все изменить вот в какую сторону сторону ужесточения вот дальше приходит черненко и брежневские времена грубо говоря возвращаются но черненко совсем недолго был дальше наступает эпоха горбачева нефть продолжает падать и запас советского союза умирает я абсолютно убежден что советский союз пал потому что как раз вот из-за низких цен на нефть это было это я помню что цены были совершенно совершенно низкие и советский союз распался при горбачеве то есть ничего не мог сделать горбачев и мы проиграли войну идеологическую грубо говоря вот дальше приходит Ельцин а цены на нефть падают то есть все говорят а демократы демократы а что бы вы сделали если нефть падает и когда Ельцин говорит все я устал я ухожу нефть только-только начинает падать Ельцин говорит я устал я ухожу приходит Путин и о чудо экономическое происходит смотрите нефть с 24 долларов за баррель я просто как сейчас помню что 24 доллара за баррель было а было и 18 начинает нефть расти и очень быстро в эпоху Путина нефть вырастает до 100 в 4 раза благодаря ну как бы официальная пропаганда говорит что это связано с тем что Путин пришел к власти и значит здесь наша жизнь налаживается все хорошо потом нефть начинает падать финансовый кризис в 2008 году мировой нефть начинает падать мировой финансовый кризис во всем мире он был в 2008 году нас он не так сильно затронул вот цены на нефть начинают падать приходит медведев в общем-то при медведеве цены на нефть падают но недолго потом возвращаются и возвращается Путин и вот сейчас при Путине уже третий срок цены на нефть падают очень-очень сильно ну дальше вот сейчас 60 вот ну и соответственно вы видите что у нас и стагнация наблюдается и падение уровня жизни населения и возрастает социальная напряженность и вряд ли что Путин здесь может сделать вот собственно говоря вот то что я запомнил я вам рассказал я вел запись мне разрешают ввести запись на таких мероприятиях я там это было два часа с небольшими перерывами запись я сделал я выложил ее на ютубе но доступ к ней закрыт вот я скину эти записи всем участникам курса биржа для чайников то есть все ее смогут посмотреть там ну два часа это не для слабонервных конечно поэтому подготовенными людям я скину тем кто смотрел курс биржа для чайников кто прошел этот курс кто сейчас записался на этот курс ну а если вы не записались записывайтесь если вы хотите посмотреть то пожалуйста значит вы видите мои контакты под этим видео можете попросить у меня то есть если кому надо я могу скинуть но в открытый доступ я не буду выкладывать потому что там ну два часа вы понимаете что меня за это будут критиковать что-то выкладывая ерунду может быть это не так интересно вот поэтому поэтому вот так вот да возможно я то есть если будет много запросов я попробую сделать так чтобы ну те кто хочет те получат этот курс на e-mail ну там в автоматическом режиме то есть я сделаю такую страничку вы оставляете свои данные там e-mail телефон и взамен получаете запись вот этого семинара два часа я повторяю там в пять видео пять раз мне пришлось но там камера отключается каждые полчаса поэтому есть небольшие перерывчики но вот сказать вот за исключением этих небольших перерывчиков полная полная запись у меня есть вот ну напишите пожалуйста было ли вам это интересно продолжать ли мне публиковать такие видео видео обзоры по тому что происходит мне очень интересно конечно обратная связь вот ну поставьте пожалуйста традиционно лайк оставайтесь на моем канале спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи моем я не знаю это что я не знаю это о